в данном видео я вам расскажу разницу между моделью w26 плюс и между mc57 pro в чем же между ними разница давайте начнем с коробки часики отложим в сторону первое что мы вообще видим часах это коробка коробка w26 плюс коробка mc72 pro когда она здесь открываем коробочку здесь у нас сами лежат часики а под ними вот такая магнитная зарядочка здесь мы открываем коробочку здесь идет такая пленочка затем ремешок корпус часов и сама зарядка зарядка здесь вот такая она сделана на подобие магнитной но она не магнитная здесь вот и вот два контакта есть клиенты которые говорят нам нужно чтобы была такая зарядка прям как в оригинале но у оригинальных и получит зарядка идет беспроводная без вот этих вот контакт а здесь она магнитная многие говорят почему она такая магнитная нам бы хотелось бы такую плоскую но если брать в плане практичности то вот эта зарядка лучше почему она лучше потому что потому что вот смотрите когда она магнитится на часы ну якобы на зарядку помощь покажем как они от магнитится смотрите раз и все они намертво и и заряжают они не будут соскакивать зарядки вот только еще раз вот убери просто знаете они просто прилипают и все вот если мы возьмем от эти часики здесь придется их когда ставишь на зарядку они не будут так прилипать сейчас мы покажем смотреть они не липнут не особо липнуть и нужно будет именно чтобы вот под два вот этих контакта вот эти контакты ставить и подбирать определенное положение поэтому в плане зарядки со стороны похожести на оригинал выигрывает mc57 pro а в плане практичности выигрывает w26 плюс дальше почему я говорю да будет 26 плюс то они просто до выдачей потому что у w26 плюс работает digital crown ответить работа есть просто w26 где не работает держит у кран и в простой версии нельзя установить циферблаты в этой версии можно это я говорю о w26 так дальше сравниваю w26 и с коробки все показал зарядку он показал перейдут сами часы крим по ремешкам что на этих что на тех часах можно менять ремешки ремешки сменные ремешки сменные по яркости оба светят ярко сейчас мы тоже здесь яркость настроим кстати здесь можно сделать вид меню так же кругляшками как в оригинальных час что мы это сейчас мы это и сделаем я вам покажу так увеличим здесь яркость также здесь присутствует русский язык так так это стиль четвертый здесь можно менять стиль пятый так третий посмотрим этот третий стиль по яркости экрана они практически одинаковые что в этот что тот светят ярко разблокируем разблокируем теперь ремешки что на этой модели что на этой модели сменные сюда ставятся ремешки от оригинальных apple watch на 44 миллиметра ремешки что здесь что здесь ставятся одинаковые по ремешкам они одинаковые mc57 pro имеет 53 циферблата у него очень много циферблатов стандартных нереально много циферблатов очень много просто вот так вот листаешь и просто нереально их много очень много в w26 plus стандартных циферблатов немного здесь вот 1 2 3 4 5 5 циферблатов но хоть здесь пять циферблатов на эту модель можно установить дополнительные циферблаты многие магазины не объясняют своим клиентам как но я объясняю как сюда установить отправляю инструкции сюда можно кроме вот этих стандартных пяти циферблатов можно еще устанавливать дополнительные на них еще есть где-то 20-30 дополнительных циферблатов которые можно сюда установить на модель mc57 pro тоже можно установить дополнительные циферблаты сюда также можно устанавливать еще дополнительные циферблаты кроме этих На них дополнительно циферблатов тоже около 30. Но плюс также этой модели в том, что на эту модель MC57 Pro можно поставить любую фотографию с галереи вашего телефона. На эту модельку. А на W26 Plus на эту модельку с галереей фотку нельзя установить, но можно устанавливать дополнительные циферблаты. Здесь тоже можно устанавливать дополнительные циферблаты, но нельзя фотку... Ну и также можно галерею с фотки поставить. В плане фотки с галереей выигрывают здесь MC57 Pro. Но вроде бы кажется, что это прям вырывается вперед, да, MC57 Pro, но нет, они наравне. Почему они наравне, сейчас я вам расскажу. Сам корпус MC57 Pro, хоть здесь дисплей, все сделано красиво, внутри процессор сильный, да, стоит много циферблат вставится, но здесь, когда вы нажимаете, кнопочка чуть-чуть тяжелее жмется, немножко сложновато жмется. А в модели W26 Plus кнопочка жмется мягко, прям вот, прям вот тактильно. Давайте вот сейчас вот просто буду молчать, и вы послушайте вот. Прям мягонечко, да? А здесь чуть жестче в модели MC57 Pro, она немножко жестче, вот. Затем вот по граням, если мы взглянем, видите, есть немножечко грани здесь прорисовываются. Чуть-чуть какой-то есть просвет, типа пылинки, но это просвет. А, допустим, в модели W26 Plus таких просветов нету, прям идеально все сделано, видите? И также, когда вы разговариваете по часам, эти часы чуть-чуть громче, чем вот эти. 26 Plus, они немножко громче, когда вы по ним разговариваете, отвечаете на звонок, вот эти 26 Plus, они громче, чем MC57 Pro. Итак, подведем итоги. Если вам нужно, чтобы у вас было много таких циферблатов, вы хотите множество таких циферблатов, каждый день разненькие такие интересные циферблаты, хотите устанавливать фотографию с галереи вашего телефона, и всегда хотите обновлять фото часов, и также у него есть, смотрите, гравировка такая вот. Если кому хочется, чтобы прям как в оригинале кнопочка была, но хотя она не работает, это муляж, но уже есть она, как в оригинале, как кнопка идет, то вы можете взять вот это, если вам прям нереальный дизайн нужен, и зарядка прям как в оригинале, и коробка как в оригинале, чтобы нужна была вот такая. А если вам нужна практичность, чтобы вы зарядку взяли и просто по-нормальному поставили, чтобы здесь вот никаких изъянов не было, вот смотрите, чтобы идеально все было, чтобы прям вот так вот мигонечко все нажималось, прям практичность, то лучше вот эти взять. А, и кстати, эти часы заявлены, что водонепроницаемы. Я думал, что они проницаемы, вот эти часы все-таки водонепроницаемы, а эти часы пропускают воду. Поэтому сами, друзья, решайте оба классных, шикарных часиков. Продолжение следует...